Видали? Не надо покупать лику. Он вас научит, научит. Торчит очень, да? У нее немножко горчинка такая присутствует. Но это тоже хорошо для печени польза. Странно с нашей точки зрения. Наоборот, им надо деньги платить за то, что не наше здоровье сохраняется. Подумайте. Шли по дороге, прокладывая маршрут. Попался нам вот такой красавец. Ну как вот пройти мимо? Тем более, что, честно говоря, первый раз вижу такого вот живого. Ракушки-то мы встречали в джунглях, а вот так, чтобы живого нет. Он полз по дороге, мы решили его запихать куда-нибудь в кусты Ярви. То есть в кусты. Да, чтобы он не погиб. А он не хочет идти. Говорит, пацаны, возьмите меня с собой. Ну, мы думаем, нет уж у тебя своя дорожка, у нас своя. Тем более, у тебя поперек, а у нас вдоль ручья. Возможно. Посмотрим. Итак, отпускаем ребятенка и идем дальше. Не успели мы распрощаться с малышом. Я глазки опускаю, ядритую в коромыслом. Авокадоу. Куча. Ну, мы выбрали, чтобы получше. Сейчас съедим. У нас такой второй завтрак получается. Мы уже позавтракали перед тем, как ехать. А вот сейчас еще позавтракаем. Возможно, с собой возьмем, чтобы там где-нибудь в горах перекусить. Поехали. Такая красота, такая прелесть. Ягода падает. Маленькая зелененькая давит. Душит. Наверное, на обратном пути, если мы тут пойдем. Мы соберем и я сварю варенье, наверное. В конце концов. Привет. Привет. это сюда не рискнули ехать потому что дороге там принципе как бы и есть но ее нету и пешочком как там мужик спросил вы куда идете мы сказали just walking то есть просто гуляем как тебе кстати по вкусу эта маленькая малинка она так то ничего она похожа на малинку похожа всем похожа да но корчит очень у нее немножко горчинка такая присутствует но это тоже хорошо для печени польза так что я конечно попробую попробую я не буду утверждать потому что возможно времени не будет как всегда в этот раз я не взял фонарик поэтому нам придется бежать бегом домой чтобы я мог покормить свою собачку бедненькую из-за того что у нас тут фестиваль закрыли на два дня дорогу и моя я завис у ребят в талае а барбоска одна сидит бедолашка друзья бросайте все пока вот такая прелесть висит осыпется живет кстати филиппинцы зовут ее черри а черри это как известно вишня вот самое смешное что это филиппина черри а по-нашему это малинка вкусно как говорят филиппинцы делись с днями помело кто-то потерял помело потому что дерево я не вижу но помело не то на котором ведьми летают а то которое можно кушать также я знаю что его надо есть разрывать руками потому что если ты будешь его резать то вкус теряется видали не надо не надо покупать вики саму валяется также как он авокадо подобрали это вот он пожалуйста у нас обед есть тащить правда тяжело поэтому мы сейчас его съедим и понесем желудка запах просто обалдеть можно респект тому кто придумал штуку красота вот так удобнее ну я да пахнет пахнет где моя авокадо это нам на закуску я вся морда в этой в эфирных маслах она уже не стира на три недели поэтому ко мне мухи не пристают или наоборот и бабы тоже не лезут я как хирург не скажу какой корень у этого слова а а посмотрите лепота ваша половинка сэр сэр ваш мужик сэр очень опасно на самом деле разрезать авокадо особенно тот кто не умеет пользоваться ножом часто прокалывать себе руку вот поэтому вот так вот его не ни в коем случае нельзя вынимать косточку лучше использовать ложку или зубы да но ни в коем случае не нож или нас его просто подавить немножко вот таким образом вот она были до жестковат немножко немножко да да но он более такой немножко жидковат но не горчит нет очень вкусный не страшно главное что от его разрешил как я сделала видела ну хочешь пальцы отрида по поводу того как обращаться с ножиком не делать это как в том кино да я на этой речке все мели знаю корабль сел номер ну вот это первое а сейчас мы попробуем размахивать помелом клево да бежишь и машешь а вот бежит помелом размахивает даже кстати он хороший ты только шкурку не ешь это понятно не так быстро насладить а и и Мы сегодня по джунглям как бы не ходим, а ходим мы по лугам и весям, ближе к Поднебесью. Вот у меня за спиной место, на котором мы, как в одном из наших путешествий были, нам казалось так высоко, просто вообще очень высоко, а сейчас оказывается мы выше и даже местечко, откуда мы смотрели сюда, оно оказывается тоже ниже метров, наверное, 50 от нас, поэтому все выше и выше. Может так до Монтолиница добежим, я не знаю, не уверен, но вполне возможно. Отсюда рукой подать до него, часа четыре надо за ходьбой, да? Да, примерно так. Итак, проведение нас вывело таким вот развалином циклопическим. Я, как доктор около всяческих наук, смею утверждать, что это постройки до неолитического периода, строили циклопы, также здесь имеется портал в иной мир, через который мы хотели бы пройти, но нас чем-то стукнуло, или от того, что мы бежали, или от того, что мы съели. Ну, а могу сказать, да, это мини-вотовара. С Москвы люди приезжали и говорили, да, там портал. Мы смеем утверждать, здесь тоже портал. Хотите? Проверьте. Итак, друзья, мы нашли портал. Он обозначен вот такими непонятными надписями. Я полагаю, что надо портал пересекать с разбегу. Здесь как раз есть камень. Для подпрыга разбегаешься с горы, прыгаешь и входишь в портал. Да, именно здесь. Тут, правда, угли лежат. Я полагаю, это останки обгоревших непроходимцев. Проходимцы все прошли туда, в портал. Да, мы не будем пробовать, потому что мы пойдем дальше лучше. Погнали за орлом, хотели посмотреть, где он сядет. Улетел. Нам пришлось остановиться, оглядеться, потому что мы бежали. Смотрели только на орла, куда бежали, бог его знает. А когда огляделись, елки-палки. Да тут все рядом, вон Максосай у меня за спиной. Площадка та, которая считается самым высоким местом в районе Думагетти. Ну, на которую можно приехать и посмотреть сверху на Думагетти и окрестности. Да, там действительно красиво. Но мы выше. Вот. Сейчас будет пролетать очередной орел, и мы побежим дальше с летом. Субтитры сделал DimaTorzok Вот одно из основных правил на Филиппинах, это создавать себе никаких планов, каких-то условий. Потому что это бессмысленно. Мы не хотели лезть в джунгли. Вот, честно скажу, мы хотели просто пройтись по тропиночке, по лугам, так вот, по горочкам, по тропе. А получается так, что приходится идти по джунглям. По самым, что ни на есть, нормальным джунглям. Потому что здесь ни кокосов, ни бананс не растет. Поэтому, те, кто знает, скажут, что я не вру. Поэтому, продолжаем путь теперь по джунглям. Иногда вот ходим по джунглям. Не везде. Но такие места, как будто лес насажен. Присмотришься, действительно, деревья растут рядами. Почему я это говорю? Это сводится все к тому, что мы в дуб-дубе видели... Дуб-дуб это баранга такой. Мы видели склон голый, пустой совершенно. И рядами высажены деревья. То есть, люди заботятся о своем острове. Высаживают лес. То есть, нет эрозии почвы. Возвращаются птицы и звери в лесах. Легкие планеты, скажем так. Лития, кислород, естественно, вырабатывают. Все это создает условия для нормальной экологии. То есть, фильтруется вода, содержится в корнях. То есть, если кто-то говорил, что на Филиппинах только соленая вода, то это глупо, конечно. Тут хорошая вода везде. Просто, ну, менталитет у нас такой. Мы боимся лишний раз посидеть в кустах с листочком в руках. Поэтому не ругать их надо за то, что они такие вот странные, как бы, с нашей точки зрения. Наоборот, им надо деньги платить за то, что они наше здоровье сохраняются. Подумайте, леса создают нам кислород. Мы почему-то платим и, как бы, оплачиваем труд тех, кто вредит. То есть, шахты там, взрывные работы какие-то. Убивают все подряд, да? И им платят деньги. Деньги надо платить тем, кто вот сохраняет эту природу. Вот им надо платить и думать о них. Потому что они думают, как бы, спонтанно или как-то. Ну, короче, думают о нас тоже. Так, на подсоздательном уровне. Вы подумайте об этом, люди. Толинис. Я пришел на Толинис. Мы шли-шли, не знали, и пришли на Толинис. Сейчас мы будем оштрафовывать то, что мы без гайда. Все. А потом, по-моему, туда. Я знаю, почему селедка пахнет селедкой. Потому что раньше в тех бочках, в которых ее солят, хранили вот эти грибы. Я не шучу. Действительно, они пахнут селедкой. Прямо вот порежь ее, нашинкуй, и селедка под шубой. Только шубу надо привезти. Замечательная вещь. Красиво смотрятся, такие белоснежные. Комаров кучка. И запах. Как будто в селедочном магазине в каком-то. Но кушать я их не буду, потому что я боюсь не только с листиком сидеть, а еще и с капельницей. Поэтому полюбовались, понюхали и пошли дальше. Ну вот мы спустились в гор. Чуть-чуть не дошли до Монтолиниса. Вот до верхушки. Чуть-чуть. Мы просто не знали, куда идем. Перли просто вверх. Какая-то тропа дикая. Ловушки на каждом. Поворотики стоят. Ну, я говорю, кто по туристическим пути ставит ловушки. Никто. Наверное, микро-Рэмбо завелся. Вот ставят на всех. Но это шутки. Я полагаю так, что если вот отсюда идти с этого места, то до Монтолиниса где-то часа четыре ходьбы всего. А может и меньше. Но мы больше половины прошли туда вверх. Правда, другой стороной шли. Короче, вот. Приезжайте, ходите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова